Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня вместе с вами обсудим некоторые вопросы. Мы обсудим вопросы, касающиеся физики, математики, возможно, химии, космологии, космографии и так далее. Эти вопросы мы будем обсуждать с Катюшиком Виктором Григорьевичем. Мне попалась совершенно случайно на глаза статья Катюшика Виктора Григорьевича по названию «Мировоззрение образованной дуры». Эта статья сейчас будет нами именно обсуждаться. Мы по просьбе Виктора Григорьевича уйдем от эмоционального анализа, что значит дура, как с ним быть, как с ним бороться и так далее. Мы с вами рассмотрим практические вопросы, научные вопросы, технические вопросы. Итак, вопрос. Один из вопросов, который возникает у меня, это первый вопрос. Виктор Григорьевич пишет следующее. Дура верит в отрицательный скаляр, но не знает, что это такое. Я, прежде чем сказать об отрицательном скаляре, должен буду задать вопрос следующий. Я прошу кратко ответить. То есть, отрицательные скалярные величины не могут быть вообще или не могут быть в физике? Друзья, вы имеете в виду отрицательные скалярные величины в математике? Мы сейчас, на данный момент, я буду говорить о физике. Мы будем говорить о физике сначала. И физике. Ну, отрицательных скалярных величин, и в принципе, в физике нет. В природе нет. В природе нет отрицательных скалярных величин. В математике скалярные отрицательные величины, они тоже не могут в рамках научного метода существовать. Но мы в рамках системы образования видим применение. Как быть со следующей вещью тогда? Сейчас я просил бы на экран, на доску. Итак, мы с вами пройдемся по поводу отрицательного скаляра, который, вы говорили, быть не может. Первое. Цельсий, ученый, сделал следующую шкалу. Шкала Цельсия, которая применяется как в физике, так и в технике. Она исходит из чего? Шкала сосредоточена следующим образом. Опять я говорю, это шкала условно взятых... Не видно, вообще не видно. Ничего страшного. Это шкала условно взятых величин. Это шкала условно взятых величин. Где Цельсий за ноль принял состояние перехода из одного агрегатного состояния воды в другое. То есть жидкого состояния воды в твердое состояние воды. Соответственно, за 100 градусов Цельсия была принята точка кипения при нормальном атмосферном давлении. Соответственно, шкала была разделена на следующие 100 делений. Соответственно, так как на Земле бывает существенно холоднее, чем точка перехода агрегатного состояния воды жидкая в твердое. Соответственно, тот же самый даже Цельсий, чтобы взять и проработать дальше измерение температуры, он сделал опять. Я говорю, это условное значение опять. Мы не говорим, что какой-то за этим стоит физический термодинамический процесс, который говорит, что отрицательная энергия молекул, этого нет, отрицательной энергии молекул не бывает. Но он расположен, соответственно, в отрицательную сторону понижение температуры. Опять мы с вами говорим, это условная величина. Точно так же, как, скажем, если разобраться, шкала Кельвина, это тоже условная привязка. Почему? Но она бывает только положительная. Вы знаете, от нуля градусов Кельвина, соответственно, идет только в положительную сторону. Но она в бытовой форме просто неудобна. Точно так же формируются, есть еще более неудобные шкалы, это шкала Реомира, шкала Фаренгейта. Но опять, это условные отметки, условные отметки... Условные отметки чьих год? Условные отметки температурного процесса. Вот вы прочитали в справочнике, что температура это величина, да? Стоп, опять. Вот теперь давайте таким образом. Вот с точки зрения... Опять, мы с вами сможем только прийти к единому мнению. Температура чего? Я уже сказал, что сама шкала взята условно, и сама шкала не отражает как такового расчета термодинамического процесса. Если мы возьмем расчет термодинамического процесса, то по шкале Цельсия его сделать невозможно. Замечательно. И вот теперь обобщем всю эту мысль про шкалу Кельмана, про шкалу Цельсия, и скажем, краткий тезис. Скажем, одна отрицательная величина существует, да? Комплик, что ей удобно пользоваться. Это условная величина. Минус 10 градусов Цельсия, минус 15 градусов Цельсия. Вопрос изначально. А почему тогда тот, кто верит, что она есть, это шкала, его надо называть дурой? Давайте мы начать на линку купим. Пункт первый. Условность шкалы вы осознаете. Вы осознаете, что она не привязана как к таковому, из нее не исчислить термодинамический процесс нельзя. Мы все некоторые вещи осознаемы одинаково. Я хочу поговорить о том, что мы не одинаково осознаем. Пожалуйста. Вы назвали нижнюю часть скалы отрицательной, да? И минус, минус 1. Это не я назвал, она наша, назвала Цельсия. Ну, это назвал ее, и условно-словно-словно-словно. Если бы Цельсия внизу нарисовал гаечку, вы бы сказали, что существуют гаечные величины? Вот, теперь мне надо было, надо было бы в начале нашей беседы с вами обратить, я вас прошу, исходя из прошлой беседы. Так, мы не будем переводить в гайки, болты, арбузы, винты. Хорошо. Хорошо? Давайте по процессу. Давайте по процессу. В переводе не существует отрицательных направлений. Вы согласны с этим? А при чем тут отрицательные направления? Мы взяли ленивну величину, поставили на нее точку. Стоп, стоп, мы сейчас сказали, скаляр, направление, 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 направление. Или величинник. Вот здесь у вас написано, отрицательный скаляр, у скаляра только величина, направление. Да, вы говорите вот здесь вот в тексте, о понятии скаляра. «Вот, я забыл про понятия скалярной, а говорю про величине» «По скалярной величине» Если мы говорим прям как нужного метода раз у нас есть скалярная величина, так мы говорим «По скалярной величине» «Понятие эта область философии» Один человек определен понятие таким образом, другой В следующем, мы говорим «Оп отрицательной скалярной величине» Все. Теперь чем у нас скалярная величина отличается просто от величины? Величина бывает скалярная и бывает векторная. Хорошо. Вот здесь скалярная величина, не имеющая направления. Не имеющая направления. Скалярность вы в качестве примера привели пример со шкалы. Шкала, да. Вот. У нас есть точка и есть отрицательный раздел. Субъективный. Субъективный. Он не является фактически отрицательным. Он не является. Это чисто. Мы это условились. Ну то есть вы не привели пример отрицательного скаляра. О чем речь? Почему я не привел пример отрицательного? Ну вы сказали, что условность. Это условность. Вы не привели пример отрицательного скаляра. Стоп, стоп, стоп. Скалярные величины. Вот это и есть. Скаляр в природе реально скаляров как таковых нет. Чисел. Замечательно. Если уж на то пошли Вот это то, что мы в своем головном мозге Отображаем И мы, по сути дела Приняли условное значение Что отрицательно ли оно положительно Но оно только для удобства Вот для удобства Тогда не отрекайтесь от граечки Вот этот минус Я могу сказать Что вместо Если бы вместо цель Мы бы мерили в бранд Так вот, минус это субъективная Конструкция И имеющая отношение Никакой физики величины То есть Если вы слышали Я оговорил следующее Что между Двумя отрицательными значениями Температуры взять Минус 10 и минус 25 градусов То мы не рассматриваем Термодинамический процесс А мы рассматриваем Просто для удобства Отметы состояния среды Я это все понимаю прекрасно Вот то, что вы мне пытаетесь найти Так а почему тогда не может быть Отрицательного скаляра Я классический вариант вам привел Стоп, стоп Я прошу сосредоточиться Вы говорите Вы протестовываете существование Отрицательного скаляра Скалярной величины И не приводите пример Скалярная величина Нет Во-первых Скалярная величина Конечно Скалярные величины Они бывают Только субъективные Я даже могу сказать так Даже векторные величины Бывают только субъективные Замечательно Замечательно Вот давайте Все-таки Мы не будем друг друга перебивать Посмотрим на начальство Первое Температура Формена Написано в некоторых учебниках Как величина Это не является Температура Не является физической величиной Вот так Это сравнительная Характеристика Теплового состояния То есть Есть Учебник Переводоверный Нигде Можно Почему не является величиной Величиной чего Это сравнительная Характеристика Говорится таким образом Справочники Температура Обозначает Условную степень Нагретости Сравнительная Характеристика Как вы с этим Сравниваете Сравниваете С шкалой С С С С Вы Сравниваете Мы сравним Со Шкалой Вот Литр Это Величина Метр Величина Антон Подходи Замечусь А это Сравнительная Характеристика У нас в природе Нет Мы не можем Температуру Куда помолить Тогда так проще Это сравнительная Характеристика Понимаете Физических величин Целая масса Которых мы не можем Куда помолить Но они не перестают Быть от этого Величинами Физическими Понимаете Есть люди Которые не разделяют Сравнительную Характеристику И физическую Величину Например Температура Температура Вот теперь смотрите Опять Любая Физическая Величина Она может Быть как итогом Сравнения Чего-то С чем-то Может быть Это Сравнительная Характеристика А почему вы Тогда отказываете Это сравнительная Характеристика Мы методом Не сравниваем Реально Мы на самом деле Здесь Откуда взялась Вот эта вот Шкала Был спирт Налит Потом Стал Артут По факту Нулем отображается Место положения Артут Другой Величина Величина Только сравнение Тогда точно так же Атмосферное давление Барометрическое Конечно Естественно Сравнительная характеристика Мы сейчас Атмосферное давление Вы тоже согласны Что это Сравнительная Характеристика Дальше Измерение Энергии Ватт Сравнительная Характеристика Пожалуйста Замечательно В ход мысли Понятен Как мы Приближаемся К отрицательному Скаляру Я просто С футболоменталом Говорю Есть величины Есть сравнительные Характеристики Не все это Разлучает Самое важное Вы против того Чтобы люди Условно взябрали Отрицательные величины На условной шкале И вы на этом основании Ее не признаете На каком основании Условно взятую шкалу Вы не понимаете Схему в моем представлении В вашем представлении Я не понимаю Давайте разберемся Я вам расскажу Маленько Почему Для чего Вообще Отрицательные величины Нужны Стоп Мы Сейчас Давайте По скаляру По этому температурному Закончим Почему не имеет права На существование Вы можете обозначать Минусом Крестиком Лежиком Елочкой Чем угодно Нижнюю часть шкалы Это условное Обозначение Оно не дает Не вносит Никакой Отрицательности Оно вносит Отрицательность Вот вносит Вносит Почему Тогда Плюсики Вносят Плюсиковость Плюсики Относят Плюсовость Почему Смотрите внимательно Относительно Точки Перехода Агрегатного Состояния Вот у нас Отчетная Точка Относительно Которой Мы переходим В другую Часть Измерительной Шкалы Шкалы Измерительной Шкалы Шкалы Эту И эту Шкал Против этого Возражают А значит При родном смысле Нет минуса Если это Субъективная Пометка Вазя Пометил минусом Коля Пометил Ежика Я вам могу Сказать То что Ват Это тоже Субъективная Карактеристика Ампер Приведите Конкретный Пример Метра Вот метр Пожалуйста Природное Понятие Физическая Величина Откуда Вы взяли Природное Понятие Метра Природное Понятие Да Во-первых Мы можем Обозначить В качестве Эталона Как Вы его Взяли В качестве Эталона Именно Метра Как Метра Люди Выбрали Есть Природная Физическая Величина Называется Пространство Хорошо Это реальный объект Этот реальный объект Человек может субъективно Поделить Может взять Половину пространства Это будет Половина пространства Может взять Вырезать Пласт В этом пространстве Может взять Литр Кубометр Хорошо Величина Величина И часть Реального объекта Делением Дальше Мы получим Площадь Квадратный Метра Природная Дальше Реальный Метра Французы Взяли В рожности Земной Шар По Меридиану По Меридиану Насколько Помню Одно 63 Миллион Что Ли Надо Там Посчитать Этого Самого Меридиана Они Условно Взяли Величиной Один Метра Пожалуйста Пожалуйста Условились Один Метра Другая Величина До сих пор Величиной Которой Меряют Англичане Фуд Пожалуйста Вообще Это очень Условно А фуд А фуд Вообще Мерят Рота Королевских Гвардейцев Английских Сейчас Рота Королевских Гвардейцев Нога В ногу Отмечаю Логи Шла Пожалуйста Очень Условно Пожалуйста Ради Бога Условный Выбор Чего Условный Выбор Части У нас Есть Луч Мы Условно Выбрали Такую То Часть Или Такую Но Луч Протяженность У нас Реальный Объект Расстояние Между Двумя Точками Это Реальный Объект Вы можете Взять Вот такое Реальное Расстояние Вот Такое Реальное Такой вариант Секунда Как Единица Давайте Сразу Во всем Не будем Мы Отрабатываем Отрицательный Скаляр До Шмита Реальных Величин Отрицательного Скаляра Приводения Пространства Не бывает И не может А его Почему Не бывает Потому что Все величины Скаль Они пространственно Зависимы Температура Величина Нет Правительная характеристика Но и температура Не бывает Отрицательной Это только Обозначение Обозначение Я и говорю Отрицательности Точно так же Как и метр Обозначение Части диаметра Земли Пожалуйста Но Отрицательность Вы никак Не обозначили Почему Мы поставили Значок Он не внес Никакой Отрицательной Природы Физическое Явление Как Так как Не внос Никакой Южик Неправильно У нас Ниже Шкалы Почему Отрицательной Ниже Шкалы Границы Перехода Между Агрегатными Состояниями Отрицательной Величины Почему Я не имею Права Пожалуйста Вася написал Здесь Минус То что Горячий Минус А здесь Плюс Дальше Что У вас Это стало Отрицательной Температура Будет Это Отрицательной Опять Как Условить Физический Смысл Отрицательности Просто Значок Как И Пишите В данный Маля Еще раз Вы Вы слышали О том Что За Измерениями И переходами Из градусов В градус По шкале Цельсия Не стоит Напрямую Термодинамического Процесса Я об этом Сказал Мы говорим Сейчас про Минусность Отрицательность Ее Физический Смысл Вы Не Предоставили Никакого Физического Смысла Кроме Того Что Вася Так Обозначил Нарисовал Минус Значит Стало Отрицательной Нарисовал Ее Мы говорим Об условном Рассмотрении Мы говорим Вы Отказываете В условном Рассмотрении Обозначать Вы можете Любым Знаком Но Не Придавайте Смысл Физический Отрицательность Потому Что Придай У Придай Физический Смысл Опять Я в этом Случае Говорю Еще раз Повторяю Граница Перехода Агрегатного Состояния У меня Обозначает Отрицательные Величины Именно По шкале Цельсия Для меня Условно Что При плюс Пяти градусах Вода Не бывает В нормальном Состоянии Твердой А при минус Пяти градусах Я знаю Вода Бывает В твердом Состоянии Твердо По шкале Перышки На минус Пяти градусов То же самое Сдвинуто Пожалуйста По шкале Перышки У нас Получается И минус Один То есть Тут Созвигом И что Обигантное Состояние Здесь И что Минус Опять Опять Мы говорим Вот мы Сейчас Вот так Условились В шкале Цельсии Пожалуйста Вы протестуете Против шкале Цельсии Я не протестую Против Использования Любого Знака Хоть минуса Хоть ежика Хоть елочки Но Извините Физический Отрицательный Смысл Вы не можете Обосновать Его здесь нет Физически Отрицательного Смысла У температуры Не может быть Почему Значит Вы не привели Пример Отрицательного Физического Сколяра Физически Скажем так Ниже Опять Мы говорим При энергии Отрицательная Быть не может Замечательно А мы не Привели Пример Отрицательного Сколяра Каких Отрицательных Сколяр Вы говорите Пожалуйста, минус 25 градусов. Это обозначение. Значок просто минус. Вы же сказали, что физически... Ну, в общем, так же обозначение я... Я занят. То есть мы можем подойти, пожалуйста, к компьютеру, назвать, нарисовать на него минус, это будут отрицательные компьютеры. Понимаете? То есть вы воспринимаете скалярные величины только те величины, которые могут к какому-то конкретному физическому процессу быть пришиты и, соответственно, отрицательные значения вы не воспринимаете. Стоп. Мы обсуждаем отрицательные скаляры в наличии в природе. Давайте с вопроса на вопрос не перепрыгивать. У нас есть вариантное обозначение любым знакам. Вот это вот минус, да? Это любой знак. Любой знак. Давайте я обозначил любым знакам. Есть физический смысл. Так вот, в физическом смысле нет отрицательного никакого физического мнения. Еще раз, возможно, вы плохо слышали. Еще раз. Я хорошо слышал. Граница перехода между агрегатными состояниями, граница перехода плюсов-минус. Все. Переносим шкалу. Да, мы идем в Кельмина, пожалуйста. Тоже температура? Тоже температура. Где у вас там граница? Что? Нет. Поэтому не надо сочинять. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Возможно, мы терминологически с вами неправильно взаимодействуем. Смотрите, опять мы говорим, что шкала Кельмина есть точно такая же условная величина. И если бы Кельмин взял... Стоп, стоп. Вот в каждый момент. Условная величина или физическая величина? Условная величина, не физическая, шкала Кельмина, условная величина. Шкала – это шкала, величина – это величина. Условная величина я не знаю. Оговорим тогда. Давайте. Термодинамики, физические величины и условные величины, как вы делаете? Давайте мы на простых вещах. У нас есть научный метод, да? У нас есть величины физические. Вот я конкретно спросил. Как вы делаете физическую величину? Разные уровни бреда мы будем постепенно разбирать. Это предлагаю так. У нас есть научный метод. Есть то, что соответствует научному методу. И есть на тазе. Вот, пожалуйста, давайте в рамках научного метода. У нас есть математика. Наука о количественных отношениях, количественных и пространственных отношениях действительного мира. Вот в действительном мире есть величины физические. Вот математика их описывает, физика их описывает. Это в рамках науки. А того, чего нет в мире, да, абстракции, это пока не в рамках науки. Вот у нас в физике есть величина. Есть скалярная величина, это та же самая величина, только приведенная к шкале. Физический смысл физической величины не может меняться от того, что Цельсий, Кельвин, Пёрышкин, её что-то с ней сделали, назвали её отрицательной и так далее, Ёжиковой, Гайсиной. С этой точки зрения, скаляр, по сути дела, есть только то, что мы обозначаем. Я не говорю, только обозначение, не влияющее, а на физический смысл. Тогда почему вы говорите, что не может быть отрицательного скаляра? Как обозначение мы можем обозначать и плюс, и минус, и ложь? Я говорю про физический смысл, про природу явления. Так вот, в нашем мире природное явление не может быть отрицательным. Обозначать вы можете как угодно, но природное явление отрицательным не может быть. А товарищи делают так, они входят в отрицательный скаляр, преподают его в вузах. А потом, с помощью этого пытаются обосновывать физические процессы. Обманывать – зевак, обманывать – обыват. Пример, конкретный пример. Гравитация – минус. Половина учебников у нас формула тяготения идет с минусом впереди. Половина учебников без минусов. Вы знаете, как правильно сказать, а наукой не все это знают. Кто-то пишет туда, кто-то пишет сюда. Вот вам конкретный пример, для чего это может быть. Теперь давайте писать конкретно. Давай. Взаимодействие между двумя телами, между двумя телами пространства, находящимися в пространстве, прямо пропорционально массе этих двух, я говорю между двумя, а я не рассматриваю пока множество, прямо пропорционально массе тел и обратно пропорционально квадрату расстояния с поправкой на определенную гравитационную величину, гравитационный коэффициент, который условно для нашего пространства. Где видите его минус? Я его тоже не видел. Вы его не видели. Пожалуйста, на доске минусы. Прошу, приводите формулу. Вы его не на доске увидите, вы зайдите, пожалуйста, в учебные пособия. Не-не-не, я вот сейчас приду, приводите вы с минусом. Я не воспринимаю под руку. Вы не воспринимаете? Я вам говорю, что половина учебных пособий. Конкретно формулу. Вот здесь вот стоит минус. Вот здесь. Кто-то заносит его в G. Кто-то выносит его через векторную формулу. Умножили на минус единицу. Поделили на минус единицу, появился минус в векторном паре. 99% физиков не знает, как это происходит. Они не знают, что если минус сюда не поставят, то яблоко на землю не упадет. Дальше второе продолжение единой формулы. Это закон Кулона. Та же самая формула, при которой заряды одновременно. Я перед камерой совершенно авторитетно заявляю следующее. Что на данный момент я впервые в жизни слышу, что, как физик, я впервые в жизни слышу, что закон Кулона именно в Q1 умножить на Q2 деленное на R в квадрате, закон Кулона может быть прописан как величина отрицательная. Я вам про это говорю. Здесь этого нет минуса. Точно так же. Вот здесь стоит не J, а только то, что я написал. Гамма. Другого значения в физике не существует. Пожалуйста. То, что, возможно, вы имели в виду векторном исчислении направления векторов, как отрицательная реча. Предлагаю вам следующее. Виски. Мы остановились на возможности скалярных отрицательных величин. И было выяснено следующее, что формулу гравитации отрицательное значение мы так и не нашли, несмотря на то, что... Не надо, не надо. Так и не нашли. Сказки рассказывать не надо. Вы мне вышлите страницу. Правильно? Я жду страницу. А вот сказки не надо. Значит, вы мне высылаете страницу, чтобы я убедился. Теперь, по поводу скаляров ситуация следующая. Скаляр, на мой взгляд, может быть как отрицательный, так и положительный. Вы разносите полностью. Скалярная физическая величина? Скалярная физическая величина. Но мы не говорим в этом случае о физическом процессе. Стоп. Вот физический процесс отрицательного значения иметь не может. Стоп. Скалярная физическая величина может быть отрицательной. Пример. Пример. Температура. Скалярная физическая величина. Некорректно. когда у вас получается минус 2 градуса по Кельмину и по Цельсию, то положительная, то отрицательная опять же, все зависит от шкалы, по которой мы мерим мы договорились, что условно шкалу с плюсиками или с минусиками, физическая величина если природа физической величины от этого не меняется а тогда и не надо называть а тогда и не надо ее называть а это какая? не надо ее называть отрицательной, это физическая величина вот происходит следующее одновременно учат инженеров и математиков вот инженерам говорят, ребята, вы делайте устройство забудьте, что вам там говорили про отрицательную скаляку а вот математиков держат в сказочном мире они вот, ну да, шкала, инженеры в скалу сельсии не проходят кстати, здесь я должен заметить еще одну вещь я был не совсем прав, говоря, что отрицательные температуры нельзя в термодинамические расчеты ставить можно в исчисление калориметрии, можно ставить отрицательные величины опять, меняется только формула, только и всего можно ставить в расчет это же физическая исчисление я говорю вам про физическую величину и ее природу вы говорите про математические фокусы это разные вещи скажем, давайте я скажу таким образом в природе есть природа величинами занимается головной мозг человека давайте конкретно вам что известно про отрицательных количествах? вот количество отрицательное – чего? есть, чего? отрицательное количество? вот про отрицательное количество я вам нисколько не говорил А вот у вас отрицательная величина, это в каком она плане отрицательная? В количественном плане? В количественном плане. Вот тогда, пожалуйста, расскажите мне про отрицательное количество. Я хочу постримать эту интересную тему. Опять, вы путаете термин. Количество и количественное исчисление. Пожалуйста, поясните мне, к чему... Количество должно в каких-то единицах измеряться. В каких единицах вы мерите? Количество? Да. В каких? Вы про размерность чего-то конкретного. Это разные понятия. Количество и размерность. Вы в каких единицах эту размерность мерите? Количество. Килограммах. Вот килограммов не бывает отрицательное. Стоп, стоп, стоп. Вы путаете размерность. Масса не бывает отрицательной. Число и размерность. У вас число это выражение количества? Число есть выражение этого самого количества, опять отраженное через наш субъективный головной мозг человека. Это наше обозначение. Другая цивилизация вообще по-другому может их мерить. Вот вам, потому что нет числа, это выражение количества? Конечно. Вы пожалуйста, если нет в природе отрицательных количеств, как вы их собираетесь отрицательно выражать? Отрицательное отрицательное? Операция и число это разные понятия. Операция и число. Вот плюс, минус это операция. Число и количество. Вы количество в чем мерите? Знаками и значениями. — Числами можно назначать количество. — Конечно. А, соответственно, мы условно можем взять шкалу отрицательным? — Стоп. Извините. — Всё. Тогда какое разговор? — Стоп, 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 стоп. У вас есть название науки математики. Ну, как? О количественных отношениях. Правильно? Действительного мира. В действительном мире не бывает отрицательных количеств. — В действительном мире вообще и количеств не бывает. В действительном мире есть действительный мир. В действительном мире есть действительный мир, который, по сути дела, он не бывает дискретным или аналоговым, он просто мир. — Вот. — А количеством делает его человек. И у человека может быть как отрицательное, так и положительное. — Зачем не расскажете? Я вам буду то же самое рассказать. — Да как вам? — Ну, пожалуйста, пример отрицательного количества. Отрицательного количества. Вот. Отрицательное количество на измерение температуры. Человек измерения. — А оно стало внизу отрицательно потому, что оно снизу, да, или как? — А причем тут снизу? — Вы механизм этого понимаете? — Я механизм вам уже объяснил. — Нет. — Границей перехода между плюсом и минусом является граница перехода агрегатного состояния. — Вопрос, понимаем ли мы это или не понимаем? Вот здесь у нас это, что у нас? — О, шкала. — Плоскость. Правильно? — Да какая разница? Плоскость — это не плоскость, это вопрос номер 10. — Вот с чего вы взяли, что вот на какой-то линии у нас часть стала отрицательной. — Потому что есть изначально субъективное обозначение. субъективных обозначений обозначения а есть реальные объектах нет никакой величины вообще величиной занимается хорошо а куда кто меряет эту величину а без того кто не бывает если мы говорим вот теперь хорошо хорошо значит смотрите есть объект солнце пожалуйста есть она светит независимо от нас от наших знаний и масса этого солнца выражает ее человек этому самому солнцу для этих процессов которые там происходят до того что мы измеряем массой или зарядом или светимостью ему до фонаря потому что процессы происходят в этом случае независимо от нас завершенная мысль следующая природе нет количеств количество проявляется через мозг человека и количество и субъективная вещь и скаляр субъективная вещь и величина субъективная вот здесь неверная величина это не субъективная а какая она пример объективности пространство субъективная вещь реально к самому пространству конечно объективная часть пространства объективная вещь реально кто его рассекает какая разница большая разница вот у нас пол апельсина у нас реальная вещь или нереально пол апельсина должен быть кто-то кто увидит они есть пол апельсина нету некому мерить эти пол апельсина то есть пол камня нет пол капли нет пол капли нет пол капли нет есть просто капля в природе пол ручки нет пол ручки нет вот этого нет сейчас вы вы вот это стоп итак уважаемые слушатели мы сейчас рассмотрели вопрос о скалярных и не скалярных величинах я могу сказать следующее наше рассмотрение я выявила некоторое разногласие в мировоззренческой позиции в части как мы понимаем что такое пространство как мы понимаем вселенную дело в том что по понятию вселенной понятия вселенной и понятия пространства это ключевые понятия физики ключевые понятия в астрономии в других науках и здесь я могу сослаться опять на вопросы которые были рассмотрены статьи мировоззрения образованной дуры вы сказали о том что дура это та которая считает конечным пространство я в ответ в своем вопросе сказал следующее я написал следующее на каком основании мы можем судить о конечности или бесконечности пространства мы об этом пространстве знаем настолько мало и настолько настолько то есть мы еще находимся в детской люльке чтобы спорить о том конечно или бесконечно пространство я сейчас бы хотел чтобы мы перешли к этому вопросу что мы перешли к вопросу о понятии пространства я прошу вашего внимания буквально в течение трех-четырех минут изложить даже скажем так не свое мировоззрение а то мировоззрение которое сложилось в современной науке на по не по по понятию пространства по понятию взаимоотношения разных частей пространства и так далее вы согласны с этим то есть краткий краткий экскурс с вашими предыдущими тезисами или с регламентом с регламентом с регламентом тут как бы все просто в плане пространства у нас есть пространство реальный объект его свойства известны свойства экспериментально подтверждаются то есть мы известно про реальное объект мы с вами оба исходим из позиции что пространство есть реальный объект вселенная она реально но мы тогда с вами по части конечная или бесконечная вселенная вы можете или нет тогда объяснить свое понимание что значит бесконечная и что значит конечная вселенная потому что вы сказали что конечно вселенная быть не может стало быть мы с вами размышляем неправильно говоря о конечной вселенной я же исхожу из следующего что мы слишком мало знаем вообще то говоря нашу вселенную чтобы говорить о ее конечности или бесконечности то есть термин конечность или бесконечность моем понимании он вообще сейчас неправомочен хорошо я тогда сейчас буду рисовать на доске что мы знаем что мы не знаем о самом пространстве кто мы и каковое пространство мы понимаем каково пространство мы не понимаем мера нашего понятия во первых первое кто мы человек есть существо знание и мнение которого о пространстве субъективны вы с этим согласны вот дальше человек находится человек находится в том пространстве которое он может воспринимать своими органами зрения то есть отсюда следует то что нам глаз в глаза попало электромагнитные волны дальше человек воспринимает пространство с помощью слуха опять мы слышим звуковые волны с помощью нашего слуха то есть реально если взять от частоты звука так колебательный процесс молекулярный либо атомарный колебательный процесс мы знаем инфразвук слышанный звук нами и до ультразвука ультразвук из этого всего мы слышим от границы 10 герц это так условно хотя люди далеко не всегда ну словно считается что мы должны должны слышать до 20000 герц хотя на самом деле мало кто это слышит частности я слышу до 16000 герц но это неважно и следующее мы можем воспринимать тактильным восприятием пространство то есть мы ощущаем пространство это пространство соответственно предметы тела находящиеся в пространстве вы благодаря нервным окончанием получаем информацию в голову о том какие тела где находятся следующее своими глазами мы можем видеть соответственно так предметы находящиеся влези предметы находящиеся вдали так и предметы находящиеся очень вдали скажем звезд и так далее все эти предметы мы считаем что они находятся в пространстве дальше некоторая часть ученых считает что и я с ними вполне даже согласен и есть факты что мы можем если взять шкалу электромагнитных волн по шкале электромагнитных волн не все ограничивается узким спектром видимого излучения глазом но мы можем ощущать телом инфракрасное излучение то есть тоже от реальных объектов мы можем своим телом ощущать ультрафиолетовое излучение некоторые ученые приводят доказательства того что микроволновое излучение мы тоже можем на границе радиоволн ощущать но мы начиная от ультрафиолета рентгеновские гаммы излучения своими органами чувствую в отличие от некоторых животных ощущать не можем то есть вот это тот перечень излучения полей которые которые мы можем с вами видеть соответственно мы получаем о внешнем о внешних телах находящийся в пространстве информацию на основе этой информации мы строим какие-то описательные формы мы строим какие-то модели соответственно мы когда видим человек начал строить уже постегать структуру мира и понимать что в пространстве находятся крупные тела которые существенно крупнее него есть тела которые мельче так родилось отделение на микромир микромир это лишь о материи в пространстве о материи в пространстве теперь сейчас сейчас ситуация следующая о самом пространстве когда физика достигла понимания того что может ли быть если мы возьмем исключим материальные тела то есть как тела и обладающие атомарной и молекулярной структурой из пространства исчезнет пространство нет не исчезнет слушай внимательно хорошо если мы из пространства из пространства исключаем излучение пространство исчезнет само нет пространство само не исчезнет, исключим мы из лучей. Дальше, если мы исключим гравитацию из самого пространства, то есть, предположим, нет у нас распространяющегося гравитационного взаимодействия. Если мы исключим из пространства, пространство так и останется. Что нам известно про пространство? Про пространство. Вот здесь ситуация гораздо сложнее. И я могу сказать о следующем. В течение долгого времени была, существовала так называемая эфирная модель, опять я говорю, эфирная модель, эфирная модель пространства. На рубеже 20 века эфирная модель пространства, по сути дела, была затоптана и прекратила по факту свое существование на долгое время. Что говорила эфирная модель? То, что саму суть пространства представляет собой, ну, иногда пишут светомостный эфир, это не совсем так и не совсем правильно. Существует некая основа пространства, которая называется эфир и благодаря которой и могут быть переданы излучения, в частности, скажем, первое, когда к вам света начинает распространяться, что интересно, он не распространяется разгоняясь, а он распространяется сразу с определенной скоростью, со скоростью света и... То есть эфир играет в этом случае основой, как бы, пространственной... Это соответствия материи, да, как модели? Контрастов, да. О самом пространстве что нам известно? О... А в реальной магии, что ли? О самом пространстве мы можем, вот после того, как эфирная модель была свернута, само пространство начали нарекать, начали к тому же самой эфирной конструкции подходить тёмные энергии, тёмные массы и так далее. Это материя в пространстве, о самом пространстве что ли? В первую очередь, пространство в миропредставлении людей сейчас является величиной трёхмерной. И в основе исходится. Если мы говорим сейчас построение математических плоти до 11-мерного пространства, то это модель, формулярная просто модель... Это не пространство, это модель. Это модель. 11-мерного пространства в природе не обнаружено. В природе не обнаружено даже нигде четырёхмерного пространства. Его тоже не существует. Соответственно, всю основу пространства составляет трёхмерность и следующая величина – время. По определённой традиции, скажем так, я эту традицию, и не только я, учёные, я знаю множество учёных, которые существуют, не поддерживается соединение пространства плюс время, пространственно-временное объединение, единое сделать, эту конструкцию и считать какой-то виртуальной величиной четвёртой величиной время Т, где на самом деле здесь очень много концы с концами не сходятся и не позволяют напрямую соотнести конкретное значение времени, об этом можно много говорить, и пространство. Поэтому пространственно-временной континуум как таковой можно рассматривать только с точки зрения следующего – пространства и времени. Почему? Я сейчас могу сказать следующее. Если взять сейчас, как привыкли пространство Мирменковского рисовать, абсолютное прошлое – это плоскость настоящего, это будущее. А, соответственно, сюда выкладывается пространство и сюда выкладывается время. То на самом деле здесь возникает тогда вопрос какой? Это не есть процесс, а в природе могут существовать только процессы, а не движутся. Мы взяли определённую точку, а ведь что такое, то есть условно, настоящее взяли. Значит, проходит какой-то квант времени, опять, настоящее стало вот здесь. Ну, когда-то настоящее было вот здесь. Поэтому вот такое построение чисто такой привязки модели, даже как модель. Если взять движение тела, предположим, тело сейчас движется, оно движется и в пространстве, и в времени. Соответственно, мы должны ему в пространстве и времени указывать полностью траекторию. Вопрос, что нам неизвестно о свойствах пространства? О свойствах пространства нам неизвестно слишком многое. Во-первых, нам неизвестно следующее. Имеет ли пространство начало, имеет ли пространство конец, то есть изначальность? Это неизвестно. Как это неизвестно? Потому что мы на данный момент не можем отнести ни одну точку в начало. Опять, мы, если хотите поговорить о великом-большом взрыве, Биг Бан, мы об этом поговорим. То есть тут тоже многое. Это просто гипотизма. В этом вопросе как раз все известно. Вот вообще все известно. Тогда мы предоставляем слово тому, кому известно, когда появилось пространство, где оно появилось и что значит начало пространства. Стартовая позиция была какая? Неизвестно начало и конец? Да. Давайте, пожалуйста. Опять, во времени? Стоп. Во времени? Я говорил во времени. Стоп. Вы хотите сейчас наторвать пространство от времени вообще? Вы... Оно не зависит от времени пространства? Мы говорили начало и конец. Вы имеете в виду геометрический фактор? Начало. Хорошо. Давайте будем говорить о геометрическом. У нас пространство субъективное, это реальный объект. Угу. Имеет конкретные физические свойства, экспериментально подсверждение. Протяженность. Есть какое-то свойство? Протяженность. Мы ее можем, мы как люди опять субъективно можем мерить протяженность. Так. Протяженность. Никакой вопрос субъективно. Конечно субъективно. Это свойство есть у пространства? Это свойство есть у измерения сделанного льды. Стой. У самого реального объекта пространство есть протяженность? Оно и есть пространство. Мы считаем, что есть протяженность. Будем считать да. Да однозначно или да на полтюре? Ну, частично да в каком плане? В плане нашей субъективности. Пространство есть независимо от того, мерим мы его или нет. Вот это что мы на этом сошли. Так. Независимо от нашей субъективности. Протяженность отражается в нашем головном мозге. Отражается, но нам не отражается. Есть у пространства протяженность? В нашем головном мозге только. А протяженности у пространства нет. Стоп. Есть реальный объект, у которого нет протяженности? Вот теперь смотрите. Есть реальный объект. Если мы говорим о протяженности, значит мы должны поставить точку, от которой мы отталкиваемся. Пожалуйста, хотите ставьте, хотите не ставьте. Кто будет эту точку ставить? Какая разница? Есть у пространства протяженность? Нет. Пока мы не взялись мерить это пространство протяженности, свойства такого протяженности нет. Нет, есть пространство, но ему ваша протяженность абсолютно до фонаря. Это вот Вася. Вот поставил полточку или не поставил, пространство было до Васи? Было, есть и будет. Оно имеет все свойства до Васи? До Васи, конечно, свойства есть. А вследствие чего вы считаете протяженность свойства, независимо от человека? Обоснуйте. Вот так пункт, за столбик до Васи, пространство имело все свойства к керриториям. Так, хорошо, обоснуйте протяженность до Васи. Появился, нет, я не буду обосновывать до Васи, в этом нет необходимости. Мы определили, что пространство реальный объект, реал. Да. Реал. Без Васи, с Васей, вот у этого реального объекта есть какие-то свойства, правильно? Конечно. Появился, Вася, он может эти свойства измерить? Заря фиксировался. Вася, конечно. И вот тогда и появилась протяженность. Стоп. Как понятие. В отражении Васиного головного мозга. Стоп, 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 некорректно, 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 недостоверно, неправильно. Хорошо-то, да, как вы, четко говорим физически. Говорим физически. Как вы описываете протяженность? Опишите мне его тогда как вопрос. Нет, это важный. Мы базу, это способ описания. Мы сейчас про базу. Нет, нет, опишите, что есть пространство протяженности. Мы до этого дойдем. Мы пришли, реальный объект поставили. Мы поставили плюсик, что это реальное объект. Обносочно. Вы поставили, что у этого реального объекта есть реальное свойство. По реальному свойству, конечно. Раз он реальный. У объекта есть свойства. Согласен. Есть. Плюсик. Согласен. Мы можем написать первое свойство, второе, третье, четвертое. А вот тут как раз мы будем с вами сильно-сильно снизить. Но они есть, и они есть вот какие-то, икс, 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 они существовали до Васи, и будут существовать без Васи, но Вася может узнать какие-то свойства, правильно? Он их может измерить и изучить? Да, 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 пожалуйста, описать, описать эти свойства? Ну, они существовали до Васи, потому что пространство реально вверх, и дело существует... Я вам могу сказать следующее, я вам могу сказать следующее. Само понятие свойства вот в пространстве есть, оно реально в пространстве, правильно? Вот пункты 1, 2, 3, 4 свойством дает уже Вася своим отражением через головной мозг. При вселенной вашей 1, 2, 3, 4 абсолютно без разницы. Коля, Коля, вот Коля. Батя описал свойства, Коля об этом не знает. Свойства до Коли были? Так, сейчас прислалюсь. То есть вопрос у нас свойства тому, существовали ли свойства реального объекта до субъекта. До субъекта. Вот теперь объясните, как они могут, что такое физические свойства? Что такое физические свойства? Что такое физические свойства пространства? Это присуще объекту некий. Конкретно физические, что это, если ее никто не отображает? Ну, отображает, не отображает. Что это такое физические? Если я могу физически сказать, скажем, что такое материя? Это автоматная структура, существующая в пространстве. Что такое материя, как объект существовало до Баси? Конечно. Свойства у материи были? Мы говорим о протяженности. Свойства у материи были? Были. Обоснуйте, что такое протяженность до Баси. Вот реальный объект до Баси был. Правильно? Что? Хорошо. Вот с протяженностью я не согласен с тем, что она была до Баси. Со всеми свойствами согласен, только не согласен с протяженностью. Я именно с протяженностью не согласен. Так, а с остальными свойствами? А с остальными мы сейчас смотрим. То есть все свойства материи существовали в Баси? Существовало пространство в реалии, существовала материя. А о свойствах, о свойствах изложил Вася, а существовала просто материя и пространство. Материя имела свойства до описания Васи? Свойств такого понятия не было до Васи. До Васи не было свойств. Свойства обозначают то, что присуще чему-то, и мы это отражаем в своем головном мозге. Стоп, вот это очень важный момент. Вот возьмем Петю, нарисуем, вот он был до Васи. Вы его где нарисовали? Так, я нарисовал его на доске, вот он был до Васи. До Васи был Петя. Во времена Петя вы в материи были свойства? Я говорю не о Пете, о Васи, а я говорю о человечестве. Вот разум, я говорю конкретно о разуме. Вот образно динозаврство. Во времена динозаврства были в материи свойства? Если динозавр мог мыслить пространством, а он скорее всего мог мыслить пространством, то протяженность есть отражение вселенной в мозгу динозавра. Все понятно. Соответственно, у Васи отраженность протяженности в мозгу. Нет, не это протяженность. Протяженность это свойство пространства. Обоснуть? Да. Я пытаюсь, вы меня не знаете. Обоснуть? Принципиальный момент здесь следующий. Есть реальные объекты и есть субъекты. До субъектов, до головного мозга, до любого. И что такое протяженность? Две противоположные точки зрения. Одна точка зрения говорит, что у материальных объектов, или у любых нематериальных объектов есть свойства до появления субъектов. Вторая точка зрения, что свойства у реальных объектов появляются только... Я говорю не о всех свойствах. Мы сейчас конкретно говорим о протяженности. Стоп, 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 стоп. Мы сначала фундаментальную базу разберем. А это есть фундаментальная. Перейдем на частный случай. Мы говорим о протяженности. Мы разберем общую базу. Любое свойство, общая база, любое свойство, есть свойство, отраженное. Мы же эти свойства должны как-то градуировать, отображать в виде какой-то формы, формулярного. В виде какой-то там... Описание. 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 Описание свойств. И сами свойства. Это разделение. А свойств как таковых. Понятие свойства. Вселенная не нужна. Она есть сама, Вселенная. Понимаете? Нужна, не нужна. Нужна это как раз субъект. Возвращаемся на начальный путь. Есть две противоположные точки зрения. Одна, то, что реальные объекты... Конкретизируем. Первым свойством мы назвали протяженность. Отсюда я не слезу. Мы к этому подойдем. А мы к нему подошли. Первое свойство протяженности. Мы в базу нашей гампании. Есть реальные объекты, у них есть свойства. Обоснуйте мне физические протяженности. Да, мы сейчас обоснули. До Васи было расстояние между двумя... Не было расстояния. Не было расстояния до Васи. Была Вселенная, но расстояния не было. Потому что некому было эти мерить расстояния. И некому было ставить эти мерки. Было измерено расстояние? Или было расстояние... Не было расстояния. И не было измерено. Во Вселенной нет расстояния. В расстоянии есть отражение пространства в чьей-то субъективности. Не верно. Это вас обманули. Объясните. Я объясняю. Я могу объяснять все сразу. Я на нахудшую примерах. Вот гора Машук. Вот гора Эверест. Какая гора? Эверест. А вторая? Машук. Машук. Ну давайте другую гору. Какая вам нравится? Пик коммунизм. Пусть будет. Ну далековато друг от друга. Ну да ладно. Ну вот. Между этими вершинами этих горб были. Была протяженность. Не было. Не было протяженности. Не было. То есть они были в одной точке. Между ними не было. Они были в одной точке, пока Вася не открыл глаза. Вася открыл глаза. И не были они ни в точке, ни без точки. Они располагались, как они располагаются. Где? Где располагались? По пространству. По пространству, конечно. Располагались как? А вот когда мы говорим как, то мы отражаем уже субъективность. Располагались удаленно друг от друга. Правильно? Опять, чтобы мы видели, что они располагаются друг от друга, мы берем субъективность. Увидел, Вася, или не увидел, это без разницы. Вот, вот смотрите опять. Пик гоммунизма и эверист, был Вася или не был, они были ту Васю. Правильно. Замечательно. Они не имели протяженность? Не имели. Да не имели они. Как они были, если не имели протяженности? Что есть протяженность? Мы измеряем протяженность. Не измеряем. А когда мы говорим протяженность, то мы измеряем протяженность горы Эвереста на основании 8 748 метров. Это размер и протяженность это разные вещи. Тогда конкретизируйте слово протяженность. Вот это луч. Луча. Луч как поток квантов в пространстве. Нет, нет. Луча в природе нет. Как нет? Ну как нет? Тогда мы возвращаемся на исходную позицию, которую мы с вами разобрали. Просто луча в природе нет. Луч есть как поток квантов. Вот давайте этот вопрос уже самый худаемый. Самые азы. Вот пространство, реальный объект мы написали, да? Да. Пространство. Пространство, да? Вот, грубо говоря, кубик объема. И вот правильно. Откуда он взялся, кубик объема? Это я вам для наглядности пока рисую. Стоп, не надо мне для наглядности рисовать. За Васи же уже появился? Васи еще нет. Его нет вообще? Мы сейчас в момент... Нет, 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 нет. Васи нет. С момента существования Васи. Нет, нет. Васи нет. Мне самое важное сейчас понять. Вот есть понятие протяженность, но Васи еще нет. Опишите мне протяженность до Васи. На каком языке? На языке Васи в ММС? Или вас не устраивает? Так вот. Вот мы и подошли к самому главному. Когда мы описываем протяженность, мы должны языковую описательную форму какую-то сделать. Пожалуйста, пожалуйста, ради Бога. Значит, что такое протяженность? Есть описательное значение. Мы описываем пространство. Это описание пространства в чьем-то головном мозге. Где оно описательное хранится? Мы сейчас будем разговаривать на языке, Васи. А Васи нет. Опять условия. Вы сказали, что без Васи есть протяженность. Обоснуйте протяженность без Васи. Вася еще не породился. Мы пользуемся языком или не пользуемся? Если не пользуемся, то не могу бить. Откуда язык чей? Мы сейчас пользуемся нашим языком. Вы сейчас... Русским народным языком. Мы субъекты. Да. Мы пользуемся... А до Васи какой был язык? Мы сейчас... После Васи или до Васи? Мы сейчас и с Васей, и... Мы сейчас будем общаться на каком-то языке или нет? Да. Замечательно. Тогда вот это вот так вот взяли, стерли. Васи нет. Вот. Мы сейчас обозначим, о чем мы говорим, и потом придем к вашей системе. Термин вы написали протяженность, но вы его в пространстве без субъекта не ввели. Вы путаете разные вещи. Вы путаете объект описания, язык описания. И... Ну уж я как информатик, извиняйте, путаю. Значит, тогда протяженность. Вы называете... Объект описания. Объект описания. Объект описания. Реальное пространство. Вот, все. Вот, с этого пункта, и пожалуйста, не перебивайте. Объект описания реального пространства. Можно я бы изобразить графический? Нет. Почему? Графическое описание, это субъективное описание. И что с того? Это уже отражение модели. Пожалуйста. Что с того? Реальный объект. Вы можем отличать от отражения модели? Конечно. Пожалуйста, все. Да, конечно, нету. Почему? Потому что вот он, Вася. В данном случае, Вася, это вы. И вы начинаете мне свойства объекта описывать на языке. Грубо говоря. Не было Васи, не было свойства объекта. Таких, как протяженность и так далее. Не было описания на языке Васи. Но сам объект, его свойства были. Объект был. Его свойства были. А свойства появляются в описании. На языке Васи свойства? Конечно. На языке Васи. И все. Если начинаете пользоваться языком, вы сейчас будете мне протяженность описывать отраженное в головном мозге. Но это не физическое, а это виртуальная величина, за которой не стоит физического объекта. Реальный объект и модель. Это разные вещи. Конечно, разные. Пространство реального объекта. Пространство реального объекта. Можно Вам предоставить модель. Описание реального объекта. А в модели протяженность будет запросто. Без проблем. Даже и нисколько не сомневаюсь. Модель может соответствовать реальному объекту? Ну, в какой-то степени, да. Она может описывать его свойства? На языковой форме, да? Корректная модель может описывать свойства на 100%. Опять модель, конечно, может опять. Тогда мы, пожалуйста, проходим эту позицию. Переходим к описанию реального объекта. Стоп. Вот здесь мы уже с Вами говорили. Мы уже с Вами все четко сказали, что Вася есть. Мы пока не до Васи не дошли. Как это до Васи не дошли? А Вы уже модель ввели. И у кого? Это модель? Модель это у кого? Мы сейчас рассматриваем реальный объект. Модель у кого? Вот смотрите. Вот линия времени. Вот Вася. Мы находимся вот здесь. Вот Вася появился, да? Прошло там какой-то времен. Вот мы находимся здесь. На данном этапе мы можем обозначить термин. В саморе термин. Да, да, да. Да, не спорю. Вот мы здесь. Вот, пожалуйста, пока вы к Васе не пришли, не перебивайте. Вот и все. Мы уже ушли от Васи. Вася уже породился. Ну какая разница? Большая разница? Вы этим самым подтвердили, что протяженность как свойство может отражаться только в головном мозге. И отражаться это другой вопрос. Вы говорите о поописании. Я говорю о реальности. Мы в любом случае. А в реальности, в реальности. Здесь просто реальность. Грубо говоря, Вася вот здесь. Вы к Васе пока не пришли. Мы сейчас находимся здесь. А я вас прошу объяснить точку вот здесь. Я хорошо. Я вам ее объясню. В рамках каких терминов вам ее объясню? А вот вы есть. Попробуйте эти термины описать. Вот, пожалуйста. Я ей говорю. Вы сейчас не отрешите термин. Вам описать его на человечественности? Вот. А вот было. Что? То есть? Протяженность появилась как свойство понятия. Нет. Как свойство отраженных в головном мозге человека. Нет. Это вы прыгаете с одному вопросом на другой. Мы сейчас говорим по рекламе. Наше введение сейчас, собрание на человеческом языке, на рамках научных терминов, мы ими пользуемся. Договорились. Только вы тогда скажите, что... Мы договорились, что мы пользуемся научными терминами, русским языком. Да. Мы можем пользоваться терминами. Вот я ими пользуюсь. А потом мы будем рассматривать конкретные вопросы. У нас есть пространство. Мы признали, что он был реальный объект. Признал. Я давно это признаю. Если мы возьмем часть пространства, мы можем взять часть пространства? Когда человек находится в какой-то точке, он может, исходя из определенного своего обозрения, так сказать, можем сделать сечение пространства, сколько угодно там. Конечно, может. Какой разговор. Часть пространства будет реальным объектом? Конечно, будет. То есть вот это... Отпилили кусок стола, кусок стола. Это материя. То есть вот этот вот кубик, это у нас часть реального пространства, тоже реальный объект. Правильно? Если мы кубик вот так вот нарежем, то у нас получится. Нарезка кубиков в реальном пространстве? Да, у нас получится реальная площадь. Правильно? Стоп. То есть у нас есть реальный объект пространства, и с помощью ВАСИ мы можем обозначить какую-то область в данном пространстве. Ага. Вот, данная область, она будет реальным. С выбором ВАСИ, с выбором другого ВАСИ, вот такой области. Сама вот эта вот область, часть реального объекта, она по-прежнему будет реальным. Частью пространства. Вот с этим я не спорю. И свойства у нее будут реальные. А вот свойства у нее будут те, которые увидел Вася. Ну, увидел, Вася увидел, не увидел, но они были на ВАСИ. Потому что мы взяли часть реального объекта. Вы взяли, вы часть реального объекта. И мы с вами четко расходимся вот в чем. В понятии свойства. Вот тут свойства, я хочу сказать, что оно появляется тогда... То, что присуще данному объекту. И отражается только в Вася. А свойства это то, что присуще, вне зависимости от Вася, Коли, Пети. Это присуще объекту. Без Вася, Коли, Пети, нет кому отмечать. Некому. Вася не отметил свойства. Но свойства были. Было просто пространство. Да, реальный объект. Было просто пространство. Вася не отметил. Вася, слепой Вас не увидел эти свойства. Но они были. Сейчас давайте сделаем следующее. Вот в данный момент вы хотели сказать, у вас 5 минут, извиняюсь, что я прерывал вас. У вас есть 5 минут, чтобы сказать, что такое... Да, так вот, это реальный объект, свойства которого не зависят от Васи. Увидел он это, не увидел. Дальше этот объект нужно поделить. Взять меньшую часть этого объекта. Это будет площадь. Тоже свойства этой площади не будут зависеть от Васи. Вот выбор конкретный, габариты, будут зависеть от вас, Васи его выбрал. Дальше, если мы эту площадь поделим еще таким вот образом, возьмем еще более мелкий объект, тоже это будет реальный объект. Выбор с помощью Васи, вот, габариты. Но это реальный объект, его свойства тоже никак не зависит от Васи, вы видел, Васи, свойства этого объекта или нет. Так вот, эта вот часть этого реального объекта, это и есть протяженность. Отрезок это длина, а протяженность она не ограничена. Туда и туда. Это реальный объект, реальное проявление этого объекта. И мы можем засвидетельствовать, мы можем здесь поставить пик коммунизма, а здесь нужно поставить жамалу. И вот это вот будет протяженность между вершинами жамалу. Скажите, я могу говорить так. Можно реально это, пожалуйста. Ну, вот, теперь, я вот что пытаюсь сказать. Вот, мы остановимся на чем? Вы сделали сечение объекта сначала объем, потом, это вы хорошо сказали, потом вы сделали сечение объема, площадь, опять, площадь как часть пространства не существует. Почему? Стоп, минуту. Тогда это должно быть моно-молекулярная или моно-атомарная пленка? Пленка чего? Вы путаете, пространство не материальное объема, какая пленка, какая молекулярная? Пространство не материальное объема. Вот, вот, вы ответили на вопрос. Кто? Сам, сам, нет? Когда, стоп, когда площадь появляется только после того, когда появляется тот, кто ограничит вот эту площадь? Габариты появляются, когда ограничит Вася. Метры квадратные, метры кубические. Вот, единицы, единицы выбирает Вася. А метры существовали по самому объекту. Об объекте, мы высекли из пространства. Да. Площадь, что такое площадь высеченная из пространства? Это двумерная протяженность. Что означает двумерная протяженность? Тоже, что и одномерная, только под прямым углом. Что значит высеченное из пространства? Выбор Вася. Вот, вот вы и ответили. Это выбор Вася. Вася выбрал какую-нибудь часть поле. Этого, не было кого-то, кому выбирать, значит, этого свойства, как бы у вас, просто не было. Не, не, путайте, путайте, путайте. Это был выбор Вася. Не, не путайте. Объект, Вася выбрал часть. Вот какая именно часть. Как объект был, я не спорю. Ну вот, а значит, как объект была площадь двумерная протяженность. А куда она взялась? Она была до Вася. А в честь чего она была? Потому что тут сам объект. Стоп, площадь, значит, чем-то ограничена. Стоп, нет, она может быть неограниченная. Стоп, неограниченная площадь. Да. Неограниченная, это же белая протяженность. Площадь есть бесконечность. Да, и что? Нет, стоп. А теперь, теперь, теперь смотрите. Как величина. А это какая-то она была. Типа, вот. Теперь смотрите. Из трехмерного объекта Вселенная был взят двумерный объект. Кем? Какая разница? А он, он был. Отсюда вы делаете, был. Он был. Он был. Он был. Стоп, тогда вы говорите о том, что наше пространство состоит из бесконечного ряда двумерных площадей. Из бесконечного ряда одномерных площадей. Неограниченная постановка вопроса. Почему? Может быть вырезан, обозначен. Вырезан кем? Блин. Кем угодно. Опять. Каким-то Васей. Кем угодно. Пожалуйста. Но сам объект-то был. Объект был. Объект был. Так вот, это часть была бы того, как ее отрезали. Он был трехмерный объект. Он был трехмерный. Пожалуйста. А двумерного объекта не было. Почему? А в чечево, откуда он взялся, двумерный? Двумерный, это часть двумерного объекта. А откуда он был? Это значит, кто-то отцел трехмерный. Вот единица целая. Вот это его часть. Она есть или нет? Ее нету, почему? Вот этого нету, почему? Потому что вот сейчас есть вот эта ручка. А не крутите вы ее, нету ее части, есть ручка. Даже когда она вот здесь, у нее есть половина. Она тоже есть. А вообще, чего у нее есть половина? Вот кто ее, кто отмечает? Это реальный объект. Кто отмечает половину? Отметил кто-то или не отметил, оно есть. Вот в реальности. Мы снем, мы проснемся, оно будет. Не будет. Оно есть. Не будет половины. Вот это есть или нет? Нету. Вот этого нету. Нет. Вот этой пластмаски нет. Пластмаска? Я стучу ничем. Вы стучите пластмаской? Нет, вы не правы. Вы стучите вот этим объектом. А вот я могу частью у этого объекта постучать? Вот часть? Вот. А у нее в части нет, потому что ее... Вот этого нету? Кому откручат? Нету. Вот этого нету. А откуда нам? Это коллекционация? Вы... Нет, сейчас не коллекционация. Сейчас не коллекционация. Сейчас не галлюцинация Вы, как субъект, произвели действия Открутили эту часть А теперь будьте так добры А теперь будьте так добры Воспроизведите этот стук Вопрос не в этом Вопрос не в стуке В вопросе есть часть ручки, которой нет Ее нету? Хорошо, нету Ваши научные концепции, псевдонаучные Ее нет, моей реально Опять не буду говорить псевдонаучные или научные Есть объект Раскручивать некому Есть объект Часть появляется Полностью объект есть Часть появляется только тогда Когда кто-то начинает резать Пардон Нет Объект состоит из всего Из чего он состоит Отрезали вы это или не отрезали Вы можете Размахивать весь объект Объект существует Как непрерывное пространство Как непрерывное пространство Пожалуйста Никем не реза Так пространство Пожалуйста Вот это не открученная часть пространства Вот это вот Протяженность одномерная Это не открученная часть пространства Какие у вас возражения? А вот когда Площадь это не открученная часть пространства? Когда вы говорите площадь С этими свойствами И говорите У меня вот это есть Вот эта часть есть И вы начинаете делать операции Операции некому делать Вы начинаете высекать площадь Это операция Вы путаете операцию Операцию И результаты этой операции Нет, я не путаю Я не путаю Когда вы произвели операцию над пространством Тогда вы получили площадь какую-то Тогда вы получили Выбор 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 Да Это операция Но объект сам В непрерывном Вы согласитесь В непрерывном В непрерывном пространстве Во всем многообразии Объект реален Значит это реальная любая его составляющая В том числе площадь А составляющая появляется У него Нет Тогда Объект со всеми участниками Я предлагаю Но это можно закончить Вот этот раздел Оставить на Воззрение телезрителей Кто прав? В данный момент Мы пожмем друг другу руки По этому вопросу И мы В мнениях не сошлись Я И до сих пор сейчас утверждаю И я не получил ни одного факта Который бы сказали Что у объекта Изначально до субъекта До человека Была протяженность Я пока этого Не получил Вы не захотели этого получать Вы это не увидели Не захотели воспринимать А информация Это ваше мнение Мы высказали свое мнение Люди Дальше Теперь Соответственно Вопрос Может У нас там есть еще запись Соответственно Вопрос Следующий Будем ли мы Рассматривать Будем ли мы Рассматривать А сюда Сразу Вложится Вопрос Следующий Когда мы говорим О конечности Бесконечности Пространства То соответственно Мы на мой взгляд Сейчас не придем Никакому Выводу Почему Потому что Если у вас нет инструмента Протяженности То вы не сможете В этом ими работать У меня инструмент Протяженность У меня как у субъекта Он есть Если будем Мы с вами рассуждать С точки зрения Субъекта Узнающего протяженность Это одно А если будем Идеализировать Просто объект И говорить Что есть Бесконечная протяженность Просто без никого И без никем То в этом случае Это другое Есть В этом случае Это не является Предметом спора Почему Потому что Я не могу сказать И вы не можете сказать Есть оно Или не есть Тут вопрос такой Нужно не признавать Очевидную факту Я переместил фломастер Опять Опять Субъект Переместил фломастер В нашем времени Уже после вас Переместил фломастер Он Экспериментально Вам продемонстрировал Продяженность Пространство Одномерное Однозначно Кто же В этом спорил Могу трехмерную Продемонстрировать Все что угодно То есть Экспериментально Доказано В рамках наших Нужных методов Что пространство Имеет протяженность Оно имеет Одномерную Однозначно Мы измеряем Протяженность Это Конкретно Физически Зафиксировано Дальше вы можете Это Отрицать Не отрицать Это Наше Описание Реального Мира Реального Объекта Пространства Конечно Реальный Это Наше Описание Реальный Объект Имеет Протяженность Вот Имеет Протяженность Протяженность Пространство Не только Время И Собственно Зачем Рассматривать Сейчас Время Если Разногласия По Пространству Хорошо Вопрос Другой Информация Информация Тема Отдельного Разговора